Ненавижу эту Готику. Не хочу в неё играть. Дайте Скайрим, нелюди! Именем сообщества RPG Geeks, за нежелание чтить классику немецких ролевых игр, я приговариваю этого заключённого... Остановитесь, подпиши покаянную и извинись перед Готикой. Ты знаешь, что с фанатами свитков делают за барьером? Долбят в... Ты зря тратишь своё время. Это непростительно. Ты должен признать Готику великой игрой. Великой игрой, говоришь? Ха... Да ты графон видел? У меня даже кулак не разжимается. Смотри. Ньюфак позорный! Спокойней. За барьер этого дурака. Фух, ладно. Хоть плавать тут можно. О, дружественные NPC. Добро пожаловать в нашу колонию. Пожалуй, затащить современного геймера поиграть в первую Готику сегодня и впрямь будет непросто. Дебютная ролевая игра от Piranha Bytes, выпущенная аж в 2001 году, еще на релизе отталкивала не самым удобным управлением, казавшейся сложной боевой системой, отсутствием кастомизации персонажа. Вон, в Моруэнде можно себе героя слепить из представителя одной из десятка раз, да еще и внешность настроить. А в Готике у главного героя нет даже имени. Где ж это слыхано? Впрочем, вскоре игроки просекли, что отсутствие имени не баг, а фича. Но в то же время Готика притягивала к себе многими другими аспектами. Люди называли это по-разному. Атмосфера, душевность, ощущение вручную сделанного мира. Впрочем, давайте же вооружимся киркой и позволим себе углубиться в старую шахту. Не в поисках руды, но в поисках конкретики. Вы на канале RPG Geeks, и прямо сейчас мы расскажем вам о том, за что любят первую Готику. А за что не очень. Причина номер один. Добро пожаловать в колонию. Есть много разных видов фэнтези, например, высокая. Это всеми любимая классика, с прекрасными эльфами, храбрыми гномами и мудрыми волшебниками в остроконечных шляпах. Или вот темная фэнтези, в последние годы особенно полюбившаяся гиг-сообществу. Отличается тем, что заковывает прекрасных эльфов в кандалы и отправляет работать в бордель. Добавляет побольше кровищи, политических интриг, предательств и болезненных тем, вроде расизма. А к какому типу фэнтези относится первая Готика? Явно не к высокому, ведь гномов и эльфов Готики вообще не наблюдается. Основу населения местного мира составляют люди, плюс есть орки на правах внешней угрозы. Но и на темное фэнтези Готика как ни крути не тянет. Да, жизнь у местных не сахар, но в совсем уж лютую безнадегу она не превращается. Если кто не в курсе, в первой Готике действие происходит в тюремной колонии, окруженной магическим барьером. И побродив по этому замкнутому, но крайне насыщенному мирку, мы пришли к выводу, что Готика существует в своем собственном поджанре. Это блатное фэнтези. Но вы только гляньте на угловатые рожи этих уголовников. Гуляешь среди них, а душа сама собой Михаила Круга просит. Колорит фэнтезийной тюрьмы, свойственный первой Готике, соблюден достаточно грамотно, чтобы завлечь геймера. При этом игра не демонстрирует чего-нибудь чрезмерно отталкивающего. Это вам не санитары подземелий. Зато под куполом зэки создали три непохожих друг на друга лагеря, каждый со своей идеологией выживания. В старом лагере все строится на жесткой иерархии подавления личностных свобод. Этакая тюрьма внутри тюрьмы, которая заправляет рудные бароны, пошедшие на сделку с королем и договорившиеся о взаимовыгодном сотрудничестве. В новом лагере царят анархия и право сильного. Местные обитатели в большинстве своем совсем уж законченные маргиналы, ведомые весьма безумным планом освобождения из-под магического купола. Нужно всего-то навсего взорвать огромную гору руды. О нюансах этого плана задумываться не приходится. Куда там? Сначала соберем достаточно высокую гору, а там посмотрим. Но в болотном лагере люди выбрали еще более странную стратегию поиска к своей свободе. Начали поклоняться таинственному божеству, которое когда-то явило себя главе этого лагеря. Впрочем, докапываться до сути вещей и вообще как-либо выяснять отношения здесь не очень любят. Зачем, если можно взять болотника и расслабиться? Внимание, это не пропаганда. Употребление болотника делает вас ищущим. И все эти лагеря как-то вынуждены уживаться друг с другом, взаимодействовать с запертыми с ними королевскими магами и в случае старого лагеря поддерживать контакт с самим королем. Необходимые финальные штрихи в презентации данного мира, визуал и саундтрек. Мы сейчас не станем даже заикаться про технологичность готики 20 лет спустя после релиза. Но вот ее художественный стиль, блеклый, лишенный ярких красок, отлично дополняет эстетику фэнтезийной тюрьмы. Отдельно хочется отметить сияние магического купола, укрывшего собой колонию. Иногда можно поймать момент, когда небо кажется чистым и в голову закрадывается мысль. Уж не случилось ли чего, пока я тут в шахте копался да с ползунами дрался? Может, я уже завоевал свободу? И тут же небо рассекает всполохи синих молний, напоминающие о том, что ты все еще каторжник. А магическая темница сдерживает тебя куда надежнее цепей кандалов. Восторженных эпитетов заслуживает и музыкальное оформление. Здесь практически нет эпических треков, подходящих для лихового приключения. Зато много музыки, которую хочется назвать бытовой. Она хорошо подчеркивает рутинные будни обреченных каторжан, позволяя главному герою быстрее почувствовать себя частью местного мира. Сеттинг Готики и его презентации выполнены на отлично. Достойная причина для любви, Глорх, меня задери. Но прежде чем мы перейдем к следующей причине, хотим поделиться с вами кое-какими полезными знаниями. В конце концов, если в реальной жизни вам не слишком-то улыбается перспектива копать руду, то может стоит задуматься о перспективе разрабатывать игры? Образовательная платформа Skillbox приглашает тебя на курс «Профессия разработчик игр на Unreal Engine 4 с нуля до мидл». У вас есть отличная возможность освоить игровой движок Unreal Engine 4 и язык C++. За два года вы сможете пройти путь от скрипка до стражника, то есть от полного профана до мидл-программиста. Ты соберешь портфолио из четырех игр, а по окончании курса Skillbox поможет вам с трудоустройством. Этот обучающий курс обещает быть максимально разнообразным. Закрытые воркшопы, карьерные консультации для студентов в наличии. Кстати, если ты отдал последние свои деньги на налоги Королю Робару, лишь бы за барьер не бросили, не переживай. Skillbox идет навстречу всем мертонийцам, и не только. Так что ты сможешь начать обучение сейчас, а заплатить за него потом. Первый платеж можно внести после шестого месяца обучения. Подробная программа обучения и регистрация на курс по ссылке в описании. Дерзай и осваивай новую профессию вместе со Skillbox. Инос благословляет вас на это дело. Причина номер два. Как бы так поторговать, чтоб людей не убивать? Взаимодействие с миром и управление. Итак, нам презентовали суровый интересный мир со своими порядками. Уже не терпится с ним повзаимодействовать, верно? И вот тут таится первый подвох Готики. Изначально создававшаяся под консоли игра в итоге попала на ПК с крайне странной системой управления. Абсолютное большинство действий в игре совершается через комбинации. Левая кнопка мыши и клавиши «вперед» позволяют из NPC поговорить и предмет подобрать. Комбинация из левой кнопки мыши и клавиш «вперед-назад-влево-вправо» позволяет производить удары с того или иного направления или уйти в блок. В бою наличие этой системы кажется вполне оправданным, но подробнее про боевку мы поговорим уже в следующей причине. А вот во всех остальных случаях управление кажется костыльным. Но даже среди этих костылей есть один наиболее кривой – система торговли. Сплошные раритеты по доступным ц... Ух, сука, ты меня не видел. Местная торговля, или если выражаться корректнее, местный бартер – это настоящая пытка. Бесконечный скролл не слишком удобного инвентаря для вычленения нужных предметов и отсутствие кнопочки, которая позволяла бы просто уравнять ваш скарб рудой торговца автоматически, раздражает доскрежета зубовного. Под конец игры реже посещаешь торговца не только потому, что уже есть все необходимое, но еще из-за того, что просто лень в очередной раз испытывать себя на прочности этим бартером. Спасибо, хоть захламлять инвентарь можно сколько угодно и нет ограничения по весу. Если то, как именно мы взаимодействуем с миром готики, в лучшем случае вызывает недоумение, то вот само по себе взаимодействие вышло весьма достойным. Недаром готику хвалили за дотошную симуляцию жизни. Неписи не только умеют сидеть на месте или патрулировать. Они умываются, работают, пьют и едят, мочатся, тренируются владением оружием и даже смотрят концерты заграничных звезд. Интересно, Инэкстрема сослали за барьер за то, что в их репертуаре одна единственная песня, они ею всех в Мирта не задолбали? Войдете в чужой дом ночью, разбудите хозяина и спровоцируете его на агрессию. Обнажите оружие, окружающие опять-таки не останутся безучастны. Такое внимание к деталям при общении с NPC в современных проектах встретишь очень нечасто. Ряд вопросов вновь появляется, когда игрок пытается сделать это взаимодействие полезным для себя. В готике ведь можно научиться охоте, карманным кражам, взлому замков или, скажем, заняться кузнечеством. Увы, все эти механики, хоть и любопытны, но из-за довольно кривого баланса, бесполезны. Уже со второй главы, не прибегая к поиску дополнительных методов заработка, вы не будете испытывать дефицита в ресурсах. А теперь представьте, что будет, если вы все-таки к нему прибегнете. Некоторые из этих механик еще и сырые. Чтобы выковать меч, вы должны проделать целый набор различных действий в кузнице. Но ремесло оружейника почему-то вообще никак не привязано к ролевой системе. Вы просто можете ковать стандартные мечи, ни о каком развитии речи не идет. Но даже на этих обычных мечах можно навариться на всю игру вперед. В сиквеле эти слабые и малополезные системы доведут до ума. Детали можете найти в нашем ролике по второй готике, если интересно. Да и про третью часть ролик у нас найдется. Взаимодействуйте с контентом по готике в свое удовольствие. А за взаимодействие внутри самой готики мы влепим по балу как в любовь, так и в ненависть. Причина номер три. Киркой ударь по голове и фейерболом добавь в печень. Готическая боевка. Про главное достоинство боевой системы готики мы также рассказывали в ролике о второй части. Прокачиваясь, безымянный герой не просто начинает бить сильнее, но даже меняет хват, которым он держит оружие, и проделывает более длинные эффектные связки ударов. Краеугольные камни готической боевки были заложены в первой части. И в отличие от вышеупомянутых небоевых навыков, уже здесь их реализовали на весьма достойном уровне. Даже прогрессия тут как будто бы лучше виднеется. Наверное потому, что безымянный герой столь неопытен, что одноручное оружие в начале игры держит двумя руками. Во второй части, несмотря на свою амнезию и полную потерю навыков, он все же догадывается такой хват не использовать. Что же касается развития боевых навыков в оригинальной игре, ну оно где-то на уровне Диабло. На уровне первой части Диабло. Да, от прокачки в готике точно ждать многого не стоит. Каждый из навыков, отвечающих за владение тем или иным видом оружия, можно прокачать лишь два раза. Плюс развиваем набор характеристикой силы, ловкости и маны. К слову, эффективность дальнобойного оружия в оригинальной готике, по ощущениям, сильно ниже, чем в сиквеле. Но зато уже с первой части в серии была представлена весьма интересная система магии, завязанная на освоении рун. Магия в Мертане представлена чем-то недоступным, простым, смертным. В этом мире не дано каждому возомнившему себя избранным крестьянину тут же открыть в себе талант к запуску фаерболов. Непосвященные вынуждены пользоваться одноразовыми свитками. Но если вам вдруг повезет дослужиться до вступления в какой-нибудь из магических орденов, вас научат владению рунами, позволяющими кастовать заклятия многократно. Но и это еще не все, ведь использование более мощных рун требует освоения кругов магии более высокого уровня. Не знаете соответствующего круга, не сможете воспользоваться более крутыми рунами. Развитие кругов магии в Готике для избравшего стезю волшебника всегда было максимально актуальным и в то же время весьма затратным по части очков опыта действием. Помимо стандартного набора из всевозможных атакующих заклинаний и заклинаний призыва различной нечисти себе на помощь, Безымянный может также превращаться при помощи магии в разных монстров, что бывает довольно весело. Накладывать на NPC магический сон или пользоваться телекинезом. А сейчас мы наложим на вас одно хитрое заклинание, которому мы обучились у секта... Тьфу, вернее, в братстве Ютуба. Заклинаем вас, подписчики, влепить этому видео пламенный как огонь Иноса лайк. Во славу Аданоса ударьте в колокол и подпишитесь на канал. Ну и про Белиара давайте не забудем, чтоб он по нам молнией не шандарахнул. Напишите ему что-нибудь приятное в комментариях. Мы же запишем боевку первой готики в причины любить эту игру и двинемся дальше. Причина номер четыре. Один заключенный изменил судьбу сотен. История безымянного. Пожалуй, самый оригинальный и интересный сюжет за всю историю своего существования пирания байтс выдали именно в первой готике. Вместо того, чтобы отправить главного героя на передовую в войне с орками, его ссылают гнить на рудники, окруженные магическим куполом. Вместо великих подвигов возня среди сброда заключенных и очень локальные, но от этого не менее острые конфликты между фракциями, по-разными понимающими, что такое свобода и как ее стоит добиваться. Вторая готика с самого старта убивала всю интригу и сразу же сообщала вам о скорой войне с драконами. Третья, несмотря на наличие интересной идеи освобождения от власти богов, из-за своей сырости доносила ее весьма невнятно. Сюжет всей серии Ризен насквозь вторичен и вообще не представляет никакого интереса. А Эликс, про него, кстати, у нас тоже есть видео на канале. Ну, он не так уж плох для фанфика про то, как однажды встретились викинги, киборги и фанаты Безумного Макса и устроили совместный кутеж. Сюжет первой готики притягателен тем, что дает очень простую и понятную, но при этом не такую уж затертую до дыр фэнтези мотивацию главному герою. Выбраться из этой треклятой магической тюрьмы, спасти свою шкуру и уже как бы между делом, да все-таки стать избранным и заодно изменить судьбу сотен других заключенных. Клише избранного героя, появляющаяся под финал игры, чуть портит впечатление от основной линии, но не отменяет ее достоинств. Да что уж там, первая готика – это единственная игра, в которой у немцев получилось не просто сделать сюжетный твист, а, пожалуй, сделать один из лучших твистов, что мы видели в РПГ в принципе. Нам сейчас придется раскопать жилу со спойлерами, так что тем, кто еще не отбыл свой тюремный воеж в долине рудников, предлагаем перемотать на тайм-код, который вы видите сейчас на экране. Ну что, давайте раскапывать, пожалуй, самый эффектный спойлер первой готики. Когда в начале четвертой главы безымянный герой отправляется в старый лагерь, с предложением к магам огня поучаствовать в ритуале по ликвидации барьера посредством взрыва Рудной горы, его внезапно встречают закрытые ворота и выставленные возле них отряды стражи. Крупнейший лагерь колонии закрыл все двери на засов вовсе не из-за какого-нибудь вируса, как кто-нибудь сегодня мог бы подумать, а из-за введенного в нем военного положения. Шахта старого лагеря обрушилась из-за внезапного прорыва подземной реки, а Гомос, местный лидер, не придумал ничего лучше, чем захватить шахту нового лагеря. Понятное дело, что этот шаг автоматически привел к войне между лагерями. Замыслы Гомоса не слишком понравились магам огня, что жили в старом лагере, и те открыто выступили против него, за что и поплатили своими жизнями. Несмотря на свои знания могучей маги Иноса, против превосходящих сил внезапно атаковавших стражников жрецы огненного бога не устояли. Если вы проходите готику в первый раз, происходящее в четвертой главе повергает в шок. Геополитическая ситуация в колонии в один миг переворачивается с ног на голову. Вас лишает доступа в крупнейший из лагерей. Все войны старого лагеря за его пределами атакуют вас. А если вы еще и до этого проходили игру именно на стороне старого лагеря, эффект усиливается. Ведь вас изгоняют и объявляют предателем. Да, к счастью, новый лагерь быстро возьмет вас под свое крыло. Но можно представить, какое впечатление произведет на вас данный твист, если, скажем, вы были магом огня, обучались всем премудростям волшебства в этом круге избранников, а потом возвращаетесь в родные пенаты и узнаете, что всех ваших наставников и коллег, почти всех, привет, Мильтон, просто-напросто казнили. Браво, пиранья байтс, один только этот твист заслуживает наших искренних аплодисментов. И спасибо, что позволили наведаться таки в жилище барона в шестой главе и устроить в нем веселый геноцид. Нет, определенно, это еще одна причина любить первую готику. Мы про основной сюжет в целом, а не только про геноцид, конечно же. Эй, Ворон, скажи, Карр. Как ты смеешь так говорить со мной? В дополнение ко второй части я стану главным злодеем и предводителем армии Биллиара и заставлю тебя заплатить за эту дерзость. Лучше б ты просто Карр сказал. Причина номер пять. Великий немецкий обман. Наверное, из названия последней причины вы понимаете, что речь пойдет о чем-то, что нам не очень-то нравится в первой готике. И даже больше, это что-то, что вызывает серьезное разочарование. Хороший крепок костяк основного сюжета в оригинальной игре, но все, что находится вокруг него или чуть в стороне, смотрится бедно и скудно. С самого старта первой готики вам дают понять, что если вы хотите выжить, нужно прибиться к одному из местных тюремных сообществ. Этому посвящена вся первая глава. Наверное, самая насыщенная атмосферная глава в игре. Она знакомит с системой гильдии и позволяет выбрать одну из них. В первой части пираньи создали не только самые лучшие из своих сюжетов, но и самые оригинальные гильдии. Орден паладинов и монастырь магов это, конечно, круто, но такие фракции легко затеряются на фоне любой другой фэнтези игры. В отличие, скажем, от секты у курков, ищущих дзен посреди смрада гигантского болота. Гильдии первой готики очень хочется изучать, с ними интересно знакомиться, и каждая из них по-своему притягивает. Когда в первой главе игра предлагает вступить в одну из них, кажется, что это не просто так. В дальнейшем нам наверняка придется отстаивать интересы своей гильдии в колонии. Не могли же это запихать в игру просто так, ради галочки, как какие-нибудь предыстории персонажей из киберпанка, которые влияют всего лишь на некоторые реплики в диалогах. Мой выбор гильдии ведь на что-то повлияет в игре, верно? Ну, гильдия ведь повлияет на что-то, верно? Сразу же после вступления в ту или иную гильдию, безымянного садят в вагонетку основного сюжета, который не сворачивая будет мчаться через пять глав линейного повествования к финалу. Никаких уникальных дополнительных квестов или особенного взаимодействия со своим лагерем главный герой не дождется. Как по расписанию, за прогресс по основному сюжету в любой из гильдий он получит повышение, но не более того. Доспехи у всех лагерей имеют одинаковые параметры защиты. И хоть как-то гильдия влияет лишь на то, когда и как вы сможете изучать магию, если вас вообще этот путь заинтересует. Как бы забавно это ни звучало, но, наверное, самое интересное событие, связанное с гильдией, которое игрок может получить, это изгнание из старого лагеря. При самом первом прохождении Готики, выбор лагеря кажется чем-то невероятно важным, судьбоносным. Это выглядит как выбор, который скажется на всей дальнейшей игре. У автора сценария этого видео даже были друзья, которые начинали сразу несколько прохождений игры одновременно. Просто чтобы вступить в разные гильдии и поскорее увидеть, какие сюрпризы разработчики припасли на той или иной тропе. Сколь сильно эта система очаровывает в начале, столь же сильно она разочаровывает в итоге. В сиквеле Готики Пирания Байтс провели достойную работу над ошибками. Но в оригинале вся гильдейская система это просто симпатичная ширма. Это обман, ставший самым главным недостатком игры. Надеемся, кстати, что в ремейке Готики авторы проявят фантазию и осмелятся исправить этот недостаток. Хоть мы и нашли у первой Готики пару серьезных недостатков, но ее достоинства все еще актуальны. Это прекрасная игра, но, пожалуй, в всей серии она меньше всего подходит для перепрохождения. Интересно, а что будет со вторым Эликсом, который вот-вот должен выйти? В нем обещают аж пять доступных для вступления фракций. Обновленную систему морали и кучу концовок. Любопытно будет посмотреть, как пираньи с этим справятся. Кстати, на нашем канале разобрано уже почти все творчество Пирания Байтс. Не хватает разве что первых двух частей Риза. Если они вам интересны и вы хотите увидеть ролики по ним, милости просим в комментарии. Не тратьте свои нервы на хромонин и до встречи на канале RPG Geeks. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова